Здравствуйте! Вот мы находимся на уже восьмой ярмарке современного искусства «Арт Москва», которая с каждым годом объединяет все больше и больше мировых имен западных галерей, которые пытаются влиться в общемировой такой, значит, самый серьезный, актуальный процесс в современном искусстве. Например, в данный момент мы сидим не где-нибудь, а на стенде нашей соотечественницы, но в то же время модной парижской галеристки, понимаете, такой парадокс, Илоны Орел. Илоночку представила здесь, конечно, всех уже давно и без нас, как бы от Москвы известных художников, там, кошелеков в основном в Авере. Давайте же походим по стендам, значит, вот этой ярмарки, так называемой. Ведь все-таки ярмарка – это что у нас? Ярмарка – это купи-продай. Походим по, значит, стендам этой ярмарки, посмотрим, что за искусство нам привезли. Дубосарский, Шелеков, Двиноградов, да? Но я считаю, что просто они как бы существовали до сегодняшнего момента. Можно сказать, что после этой ярмарки этих художников уже не будет. Нет, потому что 27-го числа открывается выставка другого живописца – Владика Монро в галерее XL, после которой, конечно, все эти имена просто все забудут, к сожалению. Хотя художники неплохие, прямо отметим. Константин Звездочетов, несмотря на то, что он, как бы, вроде бы тоже должен составлять мне конкуренцию, тем не менее он вот реальный гений, понимаете? Вот, как мы видим, это ни к чему не обязывающая, как бы, поделка, да, которую в советское время бы окрестили, может быть, надругательством над искусством. Тем не менее она, как бы, дико оптимистична. Посмотрите на эту женщину, которая, Ассоль, которая дождалась-таки своего, как бы, капитана Грея и начала с ним бухать и развратничать безостановочно на своем прелестном берегу. Перейдем на другую стену. Валерий Кошляков. Действительно, я часто видел, как он кашляет во время своих, как бы, вот наклеивания скотча, во время работы с картоном, потому что картон при этом из разрезания, он постоянно, он постоянно, как бы, крошится, мелкая пыль попадает в легкие художнику, и он кашляет, он кашляет безостановочно. Вы даже не представляете себе, что творилось в Венеции, когда на венецианском биеннале ему пришлось заполнять с разрезанным картоном такую огромную площадь. После биеннале художник пролежал два месяца в госпитале с легочной инфекцией. Шорин, ну, честно говоря, мне он, как бы, для меня этот художник за Шорин, как бы. Опять же, с моими, какими-то, раскрывшимися внезапными талантами. Друзья, вот другие галереи. Вот они, завистники, как это, завистники и завистники, и еще раз завистники. Не, как бы, людей, как бы, ну, не успокаивает, как бы, мой образ Мерлин Монро. То, что он принес мне славу, любовь и так далее. И вот мы видим какая-то никому неизвестная художница, быстренько сориентировавшись, как бы, в политической ситуации, выставляет на показ, причем пытаясь как можно слаще приукрасить до противного, знаете, как эти вот тортики, дешевые тортики советской поры, как бы, такой розовой глазурью. Образ, святой образ Монро. Алло, алло, Мерлин, ты не должна говорить правду о Карибском кризисе, иначе ты подохнешь, как последняя сука. Все. Как известно, Монро подохла, как известная сука, потому что она рассказала, пыталась рассказать эту правду о Карибском кризисе журналистам, потому что сношалась с президентами. Вот такие вот всякие грязные вещи обсасывает современное искусство. Который раз мы уже, восьмой раз, что ли, да, вот видим эту московскую ярмарку. Ну что, ну, грязь, разврат, позор. А вот и художница, можно вас на секундочку? Ну, пожалуйста, пожалуйста, просто, просто, смотрите, вот сама она похожа, это Катя Филиппова, сама она похожа на перекравшуюся в черный цвет Монику Витти, но почему-то, как бы, изображает, как бы, Монро, на которую, как известно, похож я. В общем-то, это ты. А я узнал. Вообще-то, махну. Никаклей не Монро. Ага. Шикарно. Я хочу такую работу. Повесить у себя в спальне. А пока, пускай подарит художник. Художник? Мы находимся на ярмарке искусства, где все на продажу. Давно прошли те времена, когда художники дарили друг другу произведения. Помните, когда, например, запросто там Гоген подходил там к Сезану, она говорила, да дарю тебе вот новую работу, какая тебе понравится. Нет, сейчас алчность вот эта ужасная, чудовищная, всепобеждающая жадность взяли вверх. Над искусством, к которому нас приучали относиться свято, как к чему-то недостигаемому, где звон металла, как бы, кажется просто ерундой. Все засыпают просто, когда ходят на выставки современного искусства, потому что там все время представлены одни и те же усыпляющие образы, усыпляющих авторов, которые целенаправленно работали в период застоя, как бы, такого общего усыпления. Вот этот Кабаков, например, за моей спиной, с одной стороны набивший оскомину, как бы, но при слове Кабаков такая возникает дрожь, как бы в членах у коллекционеров, что вот с ним, как бы, встретиться лично и договориться о сходной цене невозможно. Можно только лишь вот на какой-нибудь ярмарке, вроде бы нынешней, как-то помочь заработать дилером, понимаете? Давайте поможем заработать дилером. Призываю всех! Первый раз за 15 лет. Помнишь, я писал живопись? Ой, извини, извини. Это Пакита, известный дилер из Франции, которая впервые, как бы, начала раскручивать эту коммерческую линию наших отечественных художников. А вот, например, символическая работа Энди Уорхова. Известно, что он просто не умел даже кисточку в руках держать, как бы, такая совершенно бездарная, такая беспомощная личность, которая даже, как бы, гондо надеть просто не могла, не то, что картину нарисовать. В итоге он заразился спидом и очень рано умер. Но, тем не менее, как бы, вот такая вот раскрученная фигура, что раскручение, мне кажется, других, я даже сложно представить. Вот перед нами некий Дэвид Салли. Вот вы очень сильно щебаетесь, молодой человек. Это не некий Дэвид Салли, а Алекс Кац, известный американский художник. Простите, простите, это известный американский художник Алекс Кац. Это просто... Да, является самой известной кист в Америке. Как вы могли его путать с Дэвид Салли? Тереза, у меня просто уже круглая голова от обилия и скручка. Видимо, только из-за этого. Только из-за этого. Это прекрасный, гениальный художник Алекс Кац из Нью-Йорка. Лучше его, лично я, не знаю. Я не знаю. Может быть, есть. Может быть, Тереза знает кого-то еще? Нет, лучше его, лучше кого-то. Тебя или Лучи Кац? Лучи Кац. Лучи Кац практически только ты. Ну, вот так вот считают эксперты. В данный момент мы находимся на стенде лидера отечественного арт-рынка Айдан-галереи. Прямо сзади нас висит работа художника Тимура Новикова. К сожалению, на непокойного. А мертвых либо ничего, либо только хорошо. Поэтому мы предпочитаем сказать «хорошо». Это как бы величайший из художников, который, слава богу, избежал вот этой вот рыночной, уже такой абсолютно превратившейся в базарный рынок территории искусства, на которой он еще просто зажигал, так сказать, огни новостроек. И был Данко в каком-то смысле. И вот как бы он остается теперь в произведениях, а вот это все уже пущено на самотек. Вот Путкин, да, так как бы, конечно, это... Посмотрите на работу Путкин. Мы видим портрет Пушкина, который слегка напоминает нам президента Путина. Ну, что это, как ни Дань конъюнктуре? Здравствуйте. Тем не менее, мы с крайним как бы пиететом вообще, чудовищным уважением и любовью относимся. Лично Кайдан Салаковый. Вот она. Айдан, скажите, какие новые художники будут представлены на следующий ярмарке искусства, на девятой арт-москве? Очень много. Новых художников, которые еще, я надеюсь, придут к нам. Мы придем с точно... Ну, пошли дальше. Айдусь так держать. Спасибо, Манус. Ну, и как бы вот непонятно, кто из них номер один, номер два. Вот между двумя этими галеристками. Айдан Салаховы, которые бы только что целовали нежно в руки. Или Лена Селина, у которой тоже не менее замечательные формы. И вот мы сейчас на стенде Лены Селиной, где безвременно скончавшиеся в БОЗе живописцы Дубосарские и Виноградов присутствуют. Ну, к сожалению, я их очень... Я понимаете, я очень люблю их. Всей душой. Ну, что они теперь значат после нового живописца Манро? Ничего, так, пшик. А тем не менее... Вот мы видим, как Битлз, когда-то, любимый нами давно, понимаете, вызывает оскомину. Да? Мы слышим по радио Битлз и хочется блевать просто. Так вот, к сожалению, теперь как бы для зрителей становятся Дубосарские и Виноградов, как бы, которых они изобразили на этом полотне. О-о-о, шикарно. Здравствуйте, Петя. Да нет, никакой съемки. Это вот гений всех времен и народов, козы звездочетов. Непонятно, каким образом он затесался на этой продажной ярмарке. Хотя понятно почему-то, что он находится на территории галереи XL. А XL, она одна из немногих, которая, собственно, является не... Банду Ельцина под суд! Я такого... Банду Ельцина! Я не могу согласиться с этим высказыванием. Не могу согласиться. Я против. Бей жидо, спасай Россию! Вот видите, как несознательные художники современные. Так и несознательный Олег Хулик, который показывает нам теннисистку Курникову, перерезанную 10 раз уже скальпелем, ножом, там, с этими швами бесконечными. Знаете, по-моему, он занимается таким, как бы, голым заимствованием, как бы. Он, как бы, ну, это, в принципе, основноотличительный признак современного искусства от классического, что люди не создают новые формы, а они, как бы, просто комбинируют всякие вот эти устаревшие какие-то известные формы. Вот я, Вика, просила прокомментировать его. Я комментирую. Как видите, без души. Ну, Хулик, Хулик всем известен. Своими безобразиями. Давайте вот на этой, как бы, на территории вот этой самой любимой нашей галереи и закончим рассказ про ярмарку.